И главная тема последних дней пожара в Хакасии. Накануне в соседней республике огонь оставил без крыш. Над головой тысячи людей. Пламенем были охвачены больше 40 населенных пунктов. Сильнее других от пожара пострадал поселок Ширам. Час назад оттуда вернулась наша съемочная группа и Виктория Лопатайте с подробностями буквально с колес. Уже глубокая ночь, а спасатели продолжают тушить пламя. Накануне днем поселок Шира оказался в эпицентре серьезнейшего пожара. Местные жители рассказывают, на них надвигалась огромная стена огня. Большинство домов сгорели в считанные минуты. Способствовался ему сильный ветер. Это больше похоже на поле боя. Вот раньше здесь была деревня, а сейчас одно сплошное пепелище. От домов остались только печи. Все остальное сгорело. 500 домов выгорели до основания. Огонь даже спустя 10 часов продолжал охватывать все новые территории. Одним из последних загорелось здание местной библиотеки. Работники и добровольцы кинулись спасать документацию. Родители сообщили, а я уже приехал. Потому что тут не было ни связи, ничего, когда пожар начался, не вызвониться. Там уже через отца, через белых людей я все это достал информацию и приехал. У вас впечатления от увиденного какие? Это просто ужас. Такое чувство, как будто приехал в Чернобыль и никого нету. Все горит в пепелище. В общей сложности в поселке без крыши над головой остались больше двух тысяч человек. Такого пожара даже самые старые жители Шра не припомнят. Это вот горело, вот в раз, вот в раз люди выбегали. Такая была паника, это вообще. Все спасались. Даже озеро-то вон все черное стоит. Вся копоть, вся грязь все летит. Вот сейчас ночь, боитесь увидеть, что будет, когда расцветет? Вот я вообще боюсь. Вообще боюсь. И дома не могу, и на улице не могу. Пока одни в беспамятстве бродили по еще не остывшему пепелищу, другие охраняли дома. Ветер все никак не стихал, а от соседних домов все еще летели искры. Поэтому, к примеру, Кабул просидел с ведрами воды у своего дома всю ночь. Он сгорел вон там, весь гад сгорел. Ведром бегал там. Вот фильм. Вот сейчас мы стражи, да? Ну, да вот так будем смотреть. И кажется, у всех, кто стал очевидцем или жертвой этого пожара, была одна лишь мысль. Пережить бы ночь. Но с рассветом стало понятно, лучше бы утро не наступало. Ой-ой-ой. Страшное дело. А Толя живой? А Толя живой, он тоже у детей. Эти люди пришли на пепелище не вещи искать, а своих родных и близких. Находили лишь останки. Вот такого я страха не видела. А вы кем приходите? Это моя тюта, я ее племянница. Это моя племянница. Спустя сутки в пункты временного размещения продолжают доставлять погорельцев. Это Марина с дочерью и мужем. Их история похожа на сотни других. Дом сгорел, как спичка, за каких-то 10 минут. Выбежали, в чем были. Взяли, что можно было, мне все под документы быстро-быстро взяли. В чем были, в том и побежали. Те, кого доставили в приемники еще ночью, с самого утра уже спешат к своим домам. А кто-то еле стоит на ногах от одной только мысли, что их там ждет. Я пришла к работе, там уже все горело. Я ничего хотела, хотя от вынесли на улицу не смогла. Но там вся улица горела, там все смотреть было. Там все полыхало, не подойти никуда. Люди, видя, во что превратилось их имущество, рыдают. Многие винят пожарных. Мол, если бы раньше начали тушить, возможно, таких последствий удалось бы избежать. Спасибо большое пожарным, нашей администрации за такое. Спасибо большое, дом горел, я их просил, только крыша начала гореть. Я их просил, пожалуйста, давайте потушим эту крышу. Они, мы тушим, вот потушили, вот смотрите результат, что потушили. Вот дети и дали одежду. У меня не было даже носок, действительно, не носок, зубной щетки нет. Но стихия не щадила никого. Даже опытные спасатели говорят, что такого бедствия раньше не видели. Из-за сильного ветра нельзя было использовать авиацию, воды на тушение не хватало. Реки и озера, которые еще покрыты льдом, приходилось специально взламывать. Сталкиваемся с участками, это стихия, которая для республики оказалась неожиданностью, она не прогрессировалась. И те меры, исчеркивающие пожарной безопасности, которые были приняты, показали не в полном мере защитительные сезонные пункты. Стихия не пощадила Хакасию. По всей республике выгорели больше 40 населенных пунктов. Тысячи людей остались без крова. Виктория Лопатайте, Александр Шевелев, 7 канал, новости.